Девушки отдыхают Девушки отдыхают Теперь то, что надо Лизун получился плотный и упругий Его можно растягивать и скручивать Раскатываем и делим его на кусочки Из каждой части формируем шарик Выкладываем вазочку Поливаем сверху шоколадным топпингом И добавляем посыпку Ем мороженое на глазах у подруги Спорим, она удивится, если я смогу взять его пальцами и оно не растает Может это молекулярная кухня? Липи из такого мороженого, что хочешь и перекусывай Подслащу подруги ежедневный ритуал чистки зубов Окрасим подготовленный лизун из маршмеллоу Синим пищевым красителем Надеваем резиновые перчатки, чтобы не спачкать руки И тщательно перемешиваем Подготовим пустой тюбик от зубной пасты Отрезаем нижнюю часть В очищенный контейнер заталкиваем сладкую смесь Чтобы запаять тюбик Оборачиваем его в отрезок пергамента И проглаживаем утюгом Паста как новенькая Меняем обычную пасту на сладкую Подруга выдавливает ее, но освежающим эффектом и не пахнет Что случилось с пастой? Неужели мои молитвы были услышаны? И пасту стали производить с приятным сладким вкусом? Привет, Каррес! Похоже, теперь подругу из ванной не скоро выманишь По крайней мере, пока не закончится паста Хочешь сладкий гранат? А сладкий тягучий гранат? Разрезаем гранат пополам Вырезаем сердцевину Вынимаем ложкой Получаем две пустые половинки Желейные конфеты гранатового цвета Растапливаем в микроволновке Добавляем краситель И перемешиваем с крахмалом и сахарной пудрой Разминаем лизун Добавляем в него красные леденцы Форму из граната посыпаем крахмалом И кладем внутрь наш лизун Закрываем сверху гранатовой крышечкой Раскрываю гранат Внутри сладкий лизун Теперь не нужно мучиться С несъедобными косточками Просто растягивай лизун вместе с подругой И наслаждайся гранатовой сладостью Подруга опять ругается с кем-то по телефону Видимо, ее бойфренд снова действует ей на нервы Ой, она же скрится Расслабься Лучшие друзья девочек Это румяна В емкость наливаем прозрачный клей Добавляем красный краситель Наливаем персил колор гей Разминаем красный лизун Добавляем раскрошенный пенопласт Вкладываем лизун в пустую баночку от румян Подруга открывает баночку Что это такое? Ух ты! Мои румяна радуют ее и успокаивают Можешь сжать, разминать, рвать их Сколько хочешь И представляет, что это твой бойфренд Шутка Но зато сразу всем стало спокойнее Кризис миновал Что это у подруги? Плейдо? О, я тоже хочу поиграть Выдавливаем в миску пену для бритья И добавляем синий краситель Заправляем все клеем ПВ И перемешиваем лопаткой Добавляем немного средства для стирки Персил колор гель И перемешиваем деревянной палочкой Пока масса не станет густой и липкой Наш лизун отлично скатывается Растягивается И успокаивает нервы Кладем его в пустой контейнер от пластилина А в другой лизун добавим оранжевый краситель Он такой яркий и такой податливый У нас готовы два ярких лизуна Играйся и наслаждайся Предлагаю подруге полепить из пластилина Но вместо обычного плейдо в баночках Обнаруживается нечто растягивающееся и липкое Пластилин так себя не ведет Мой лизун может превратиться в тонкую пленку А вот подружка никак не справится со своим Сегодня явно не ее день Хочешь свежести? Возьми тик-так Хочешь веселья? Тогда возьми тик-так лизун Вначале приготовим драже Нам понадобится воздушный пластилин белого цвета Раскатываем его в тонкий жгут Делим на маленькие кусочки Придаем им форму драже тик-так Легкий воздушный пластилин при застывании фиксирует форму И становится похожим на пенопласт Фейковые драже выглядят как настоящие мятные конфетки тик-так Теперь сделаем лизуна В емкость наливаем прозрачный канцелярский клей И насыпаем глиттер Перемешиваем деревянной палочкой Добавляем немного воды И наблюдаем, как плывет наша блестящая волшебная смесь Глядя, как переливаются блестящие частички в пузыристой жидкости Можно даже медитировать Теперь добавим несколько капель загустителя тетрабората натрия Тщательно перемешиваем, пока смесь не схватится Получившийся лизун Отлично Мнется и растягивается в руках Вау, выглядит как будто мы растянули медузу Прозрачная пленка загадочно переливается и мерцает на руке Добавляем в наш лизун пластилиновый тик-так Заворачиваем и распределяем драже по всей массе Осталось только положить лизун в коробочку из подмятных конфет О, тик-так, я тоже хочу Получился прозрачный лизун цвета морской волны Он абсолютно не липнет к рукам Посыпаем его серебристым и голубым бисером И не забудем про морские звездочки Еще немного жемчуга со дна морского И золотистого песка Заворачиваем лизун, как будто поднялся шторм Карманное море в твоих руках Оно переливается и блестит, да уж Теперь тебе точно море по колено Собираем морского лизуна в банку Ты запросто можешь управлять водной стихией Почувствуй себя, если не богом морей-посейдоном, то хотя бы русалкой Вы когда-нибудь видели такой необычный чизбургер? Выглядит очень аппетитно, а кетчуп способен растягиваться удивительным образом Нам понадобятся шарики с пенопласта Разрезаем его на две части Берем отрезок фоамирана Кладем на него пергаментную бумагу Проглаживаем утюгом При нагревании фоамиран становится пластичным И может принимать любую нужную форму Обрезаем лишнее Фиксируем материал термоклеем Делаем аккуратные складки Одна половинка булочки готова Вторую делаем точно так же Она чуть меньше первой И будет располагаться снизу Кладем булочку на зеленый фоамиран Рисуем лист салата Нам нужно, чтобы он немного выглядывал Вырезаем две похожие детали Фиксируем термоклеем к булочке Немного подрумянием ее при помощи оранжевой пастели Выглядит очень натурально Покрываем сверху клеем ПВА Не переживайте, после высыхания он станет прозрачным Посыпаем настоящим кунжутом Так чизбургер будет как настоящий Добавляем квадратики желтого фоамирана Проглаживаем уголки, чтобы добиться эффекта расплавленного сыра Фиксируем на основе Приготовим наш необычный кетчуп Наливаем немного клея ПВА Добавляем щепотку соды В качестве загустителя будем использовать средство для стирки Персил Колор Гель Такого количества будет достаточно Добавим немного красной пастели Ее можно заменить пищевым красителем или акриловой краской Немного терпения и наш кетчуп начинает загустевать Лизун получился очень эластичным Отлично подойдет к нашему бургеру Основу для кетчупа сделаем из красных кружочков фоамирана Фиксируем на основе Наносим на обе детали клей ПВА Размещаем наш красный лизун и держим несколько секунд В готовом виде наш чизбургер очень похож на настоящий Посмотрим, на что он способен Кетчуп двигается и очень здорово растягивается Он легко возвращается в первоначальную форму Такой бургер лучше хранить в герметичной упаковке Но даже если начинка чуть подсохла и потеряла свою эластичность Ее всегда можно заменить на новую В таком виде чизбургер можно поставить в холодильник И предложить в качестве угощения другу Подпишись сам, подпиши друзей, нажми на колокольчик И на Трум Трум появится новое классное видео специально для тебя Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok